Промышленности Революции И говоря об ее истории Мы часто говорим, что их было всего 4 Этих промышленных революций Почему мы используем слово революции Потому что То что происходило полностью В корне меняло все процессы На горных предприятиях и на предприятиях вообще в целом На фабриках На горных рудниках И так далее Эта промышленная революция Началась в 1784 году И получила название Индустрия 1.0 То есть тогда появились первые механические Станки и первое производство Механизированное и человек начал использовать Водные и паровые двигатели Следующая революция Произошла с приходом электричества Когда человечество Научилось использовать промышленности Электричество и получило массовые Конвейеры и научилось Производить продукцию массово Следующая технологическая революция Получила название Индустрия 3.0 Человек начал использовать ЭВМ и компьютеры И началась массовая автоматизация Производства Внедрение различных программ В бизнес-процессы Тоже полностью изменило наше представление О том, как должны эти процессы выглядеть И сейчас многие аналитики Утверждают, что мы сами являемся Свидетелями или даже Участниками новой революции Которая получила название Индустрия 4.0 Индустрия 4.0 Это целый комплекс Различных нововведений Которые тоже полностью изменят Наше представление о производстве Говоря об Индустрии 4.0 Это в первую очередь Искусственный интеллект Это интернет вещей Это большие данные Это различные новые автоматизированные системы Которые смогут работать без участия человека Но говоря о горном деле Мы с вами знаем, что в горном деле Все изменения приходили с небольшим опозданием По той причине, что горное дело Оно само по себе очень комплексное Оно сложное Для внедрения различных автоматических бизнес-процессов Но сегодня Мы как раз с вами будем говорить о том Что Как маркшедерские службы Должны быть готовы к тому, что На предприятия придут Роботизированные комплексы И так Несмотря на то, что До искусственного интеллекта До интернета вещей До полностью роботизированных шахт и комплексов Может быть еще далеко Но сегодня уже есть первые предпосылки Для того, чтобы мы с вами Как свидетели новой технологической революции Увидели, как те или иные изменения Полностью изменят наше представление О горной промышленности Итак, в горном деле Мы сейчас Наблюдаем такое массовое явление Как работа с облаками точек То есть проникновение Лазерно сканирующих систем Изменило наше представление О том, как мы можем Визуализировать и работать С фактическим положением горных работ То есть облако точек Это большой набор С кортежей С минимальным количеством Атрибутов С пространственными координатами X, Y и Z У каждой точки Которые в купе Представляют из себя Фактическое положение горных работ И маршайдерские службы Естественно Должны быть готовы Уметь с ними работать По той причине Что это очень сложный процесс Эти данные Я называю большими По той причине Что съемки с лазерного сканера Могут иметь Миллионы И даже сотни миллионов точек С этими данными Мы должны научиться Работать Их анализировать Находить какие-то корреляции Убирать избыточные данные И сегодняшняя презентация Этому будет посвящена Естественно С новыми возможностями Пришли и новые вопросы И вызовы То есть Говоря о работе С лазерными сканерами Допустим Вот в данном На данном слайде Вы видите Горную выработку Которая снята С помощью лазерного сканера Мы видим Огромное количество точек Но у нас Есть Проблемы Которые Характеризуются В первую очередь Избыточностью данных Да Если мы Сняли там Облако точек Размером 100 миллионов Нам просто Такая точность В горном деле Не нужна Второе Это шумы Различные объекты Растительность Деревья Линии электропередач Вентиляционные Рукава Все это Естественно Мешает нам Для того Чтобы показать Реальную картину О положении Горных работ Вот До недавнего времени Если мы говорим О подземке И даже сейчас Многие предприятия Все еще работают Так даже не многие А большинство То мы в основном Сталкивались Не с проблемой А с визуализацией Горных выработок Тахеометрической съемкой То есть мы снимали Левый борт Правый борт Верх и низ Стенки По той причине Что все это шло Еще с оптических приборов И у нас раньше В принципе не было Как бы возможности Представить выработку В трехмерке Но люди Которые Были на производстве И которые работали В производстве Они отлично понимают Что горные выработки Не так выглядят Как на картинке слева Они выглядят Так как на картинке справа И естественно Это во-первых Разные объемы И во-вторых Разные представления Вообще В целом Для чего Это все делается По той причине Что сейчас Не только Машейдерское дело Но и Производство Буровых станков Тоже не стоит на месте Сегодня Многие компании Такие как Норникель Или Алроса Используют Современные Роботизированные комплексы Которые могут работать Практически без участия Человека То есть Буровзорной веер Который делают Проектировщики Выгружаются в систему Iridis С помощью Майкромайн И с помощью Флеш-накопителя Загружаются В буровую машину И далее Буровая машина Может самостоятельно Встать в забое Выставиться То есть Сориентироваться в пространстве И пробурить все эти вееры Это позволяет нам Более детально Подходить К извлечению Полезного Ископаемого Так как задача Mark Shader Это полнота Извлечения Ископаемого И минимизировать Потери Полезного компонента Но Если мы говорим О проектировании Буровзрывных вееров Мы До недавнего времени Их представляли В виде Арочного сечения Но мы этого сделать В принципе Для роботизированных Комплексов Мы этого сделать Не можем А по той причине Что Здесь плохо видно Я не знаю вам видно Или нет Для тахеометрической съемки Мы представляем Марочное сечение В виде арки Но на самом деле Если мы снимем Эту же выработку Лазерным сканером То она будет выглядеть Не так как на картинке слева А так как на картинке справа И соответственно Все эти буровые веера Они должны буриться Уже не от арки А от фактического положения И в этом случае И тогда уже Наша буровая машина Роботизированная Сможет Ровно встать в забое И автоматически Эти веера Пробурить Без участия человека Ну то есть Этим я хочу сказать Что на сегодняшний день В принципе Перед нами уже стоит вызов Перед маршейдерскими службами Если предприятие Использует Роботизированные комплексы То мы в принципе Уже не можем их снимать Только тахеометром Мы обязаны Выдавать реальные Фактические положения работ И мы Используем И мы Будем вынуждены Использовать Лазерные сканирующие устройства Для того чтобы получить Фактическое положение Выработок Это новый Вызов Для маршейдских служб И В В конце Прошлого года Компания Майкромайн Представила Новый модуль Облакоточек Который Вошел Значит Новый Инструмент облакоточек Который вошел В модуль Маршейдерский Значит Он позволяет Работать со всеми Видами Лазерных сканеров Квадрокоптеров Беспилотных Летательных аппаратов И позволяет Работать со всеми Известными На сегодняшний день Форматами Говоря о работе С облаком точек Инструмент этот Позволяет нам На входе Например Взять и уменьшить Количество входных Точек Если мы Эти настройки Не установили В лазерном сканере Ну то есть Мы можем легко Взять и уменьшить Их количество Без потери точности Удалив например Каждую вторую точку Каждую третью И так далее Во вторых Есть два Отличных инструмента Которые называются Фильтр шума И фильтр почвы Которые позволяют нам В автоматическом режиме Обнаружить Точки Которые не являются Поверхностью И эти точки Из облака Точек Это может быть Например Для Открытых Горных работ Это значит У нас Могут быть Линии электропередач Это могут быть Какие-то Объекты Которые Не имеют Реального отношения К карьеру То есть Это могут быть И деревья И кустарники И все что с этим связано Вот Следующий инструмент Нам позволяет Автоматически Построить Каркас Горной выработки Даже в тех местах Где он является Сложным Я специально Здесь Выбрал Сложные Пересечения Двух Горных выработок Которое Было снято С помощью Ручного Лазерного сканера И Как вы видите Каркас Этого Каркас Этой Трехмерной Модели В точности Повторил Облако точек Есть такой Инструмент Как Радиус Влияния То есть Вы С помощью Этого инструмента Сможете Радиус Влияния Для того Чтобы В каких-то Сложных Пересечениях В точности Построить Каркас Который Будет соответствовать Реальному Фактическому Положению Горных Работ Естественно На этом Проблемы Как бы Лазерные съемки Не заканчиваются Есть Еще у нас Есть такие Инструменты Которые Удалить Сложно И в этом Направлении Работа тоже Ведется И постоянно Совершенствуется Вот То есть Фактически После Использования Этих инструментов Вне зависимости От того Где мы работаем На открытых Горных работах Или на подземке Мы с вами всегда Легко и просто Из любого количества Лоточек Мы сможем С вами построить Реальные положения Фактических работ И отдать Уже дальше Этот каркас Проектировщикам Оборозранных вееров Следить За геометрическим Положением Горных работ Отклонением От проекта Давать Рекомендации Забуривать Проходческие Скважины Все что угодно Вот На этом Моя презентация Заканчивается Спасибо за внимание Если есть Какие то вопросы Все Опер Fan Помогите Мухи Ребята Как Он wieder И В Э Прим